Приветища! Это скрипт-механик и мы... Ой, как я устал говорить эту фразу постоянно, когда только захожу в скрипт-механик, и мы продолжаем выживать. На самом деле, мы тут уже так обустроились, что выживают здесь роботы, а не мы. Мы с тобой тут так забомбехали жилище, и, конечно, водопровод был когда-то, всё, что от него осталось. Короче, чё я здесь делаю? Я забираю контейнер с водой, чтобы полить там оставшиеся брокколи и, по-моему, ананасы. Мы сейчас быстренько это поливаем, и я сделал уже, собрал материалы и сделал ещё два реактивных двигателя. Всё, прибыль! Чудненько. Берём, значит, ведёрочко и доливаем вот этот вот участок. Что это у нас? Вот я не помню. Да, ананасы, точно, ананасы и брокколи, вот, которые у нас не доросли тогда. Буквально чуть-чуть им водички не хватило. Сейчас мы эту ситуацию исправим. По-быстренькому. Всё залито, бежим скорее к нашим чудесным сундукам, куда всё отправляется после постройки. Вот они, вот они, наши два реактива. Они не апгрейджены ещё, и вот два реактива, которые апгрейджены. О-о-о, сколько компонентов нам понадобится, чтобы апгрейдить всё это дело? А у меня в ящиках есть 10, а, у меня 30-ка точно есть. Будем сжимать кулачки на то, чтобы этого хватило. Тут всё битком. Ладненько. Значит, по традиции залазим на крышу. Там наш космодром. Сейчас мы тут апгрейджем наши неапгрейдженные двигатели. Идите сюда, пупчики. Мои реактивные пупчики. Вот их выставляем. Вот такие вот металлические трубы. На ТЭС похожи. Апгрейд. Чёрт. Плохие дела. Надо больше компонентов. Ладно, чё, пошёл добывать. Всё. Всё раздобыл. Всё есть. Так. Да, апгрейдживаем. Чёрт, ну мне... Ой, да, слава богу, хватило. Я думал, что у меня 6 останется, ещё надо будет 4 набирать. Ну всё, всё свершилось. Всё, хватило. Чудно. Так, значит. У нас есть 4 апгрейдженных двигателя. Сейчас мы просто попробуем на них взлететь. А, топляк нужен. Топляк точно. Ну ладно, топляк у нас есть вот в этой разлюхе. Сейчас я за ней сбегаю. Быстренько. Топляк. Топляк вот здесь. Вот. Две канистрочки нам хватит. А, почему две-то канистрочки? Ну ладно, разобью по десятке и будет, короче, 40 литров на все 4 турбины. Всё, пойдёт. Не заморачиваемся. Значит, седуха. Седуха у нас есть. Дальше делаем что? Для 4 турбин делаем вот такую вот площадочку. Я думаю, что нам даже подлиннее надо сделать. Вот такую вот. Главное сохранить равновесие. А то всё пойдёт по бороде. Ставим теперь сюда кресло. Ну, где-то как-то так. Немножечко ещё назад кубиков накинем. Вот. Равновесие должно быть. Наверное. Эй, я даже не знаю. Убираем, короче. В дырку сделал в потолке. Закрасить. Срочно. Это потом забуду. Краски нет. Ну, ё-моё. Ладно. Ставим двигатели. Поднимаем нашу всю эту штуку. Теперь... А, тут нужно площадочку ещё сделать, потому что... Вот. Вот так вот. Здесь тоже площадочка. Ну, это получается. Таким вот макаром у нас будет висеть 4 двигателя. Где там ещё оставшиеся? Вот. И чудно. Уже, правда, потемнело. Капец как. Походу, у нас... Лётная программа в основном ночью. Ну, вот. Всё готово. Подключаем всё это к нашему креслу. Сейчас мы настроим эти двигатели. Заправим. Заправить обязательно. Настраиваем... Ну, наверное, вот так вот. 4 двигателя нас с такими настройками должны поднять. Топляк, топляк. Так, по 10, пожалуйста. Разбивайтесь. Готово. Десяточка сюда. Десяточка сюда. Смотри, десятку закидываю. Там уже сразу девятка остаётся. Не круто. Ну, вроде бы всё. Давай протестим. И... Let's go! Ой. А, всё, я понял. Вот эти-то я не настроил. Закинул, но не настроил. Чё, как думаешь, в космос улетим? Нет? Погнали! Да, блин, переворачиваюсь всё равно. Переворачиваюсь, потому что... Центр тяжести смещён. Я должен спереди навес-то сделать, чтобы меня не переворачивало. Чё и туплю. Вот столько деревяшек хватит. Ага, ещё надо навес сделать. Сейчас. Может, я с двигателями что-то там намудрил? Да нет, всё правильно настроено. О! О-о-о-о-о-о-о-о! Вот это мне уже нравится. Ещё чуть-чуть. Кажется, мы баланс нашли. Чуть-чуть кривит. Кривит в какую-то сторону. И назад откидывает, да? Ага. Ладно, давай вот так вот сделаем. Ну-ка. О-о-о-о! О-о-о! О-о-о! Мы летим, но кривим. Как обычно это бывает. Давай, держи! Держи! Но... Ах! Было бы красиво, если это всё разлетелось по сторонам. Так, значит. Баланс мы не можем найти. Что же делать? Как нам быть? Вот я взлетаю. Вот вроде бы ровно взлетаю, да? Но потом меня косит. Назад. Ладно, давай ещё деревяшек. Вот так вот добавим. Теперь косит меня... Вправо. Почему косит вправо? Давай сделаем вот так. Теперь влево. Давай одну уберём. Но это долгий процесс. Это процесс настройки именно. Так нужно делать во всех технических аппаратах. О, кстати. Вроде бы всё. Настроил баланс. Смотри. Ровно лечу. Да же? Кажется, да. Хо! Мы покоряем высоту с тобой. Но всё равно перевес идёт. Перевес идёт. А если я буду вот так вот наклоняться чуть-чуть, то вроде бы... Вроде бы норм. Я ещё тот лётчик. Чёрт, нет. Только не так. Только не надо. Не надо. Не надо. Я сейчас в воду упаду. Кстати, а если в воду упасть? Давай отключаем двигатели. И падаем в воду. Посмотрим, я смогу завестись из воды. Точнее, под водой. Бульк. Всё, мы под водой. Мы тонем. Я включаю двигатель. И да, мы можем... Это как будто подводная лодка. Нам только перевернуться бы ещё. Жалко, двигатели в обратную сторону не разворачиваются. А, кстати, почему бы нет? А почему бы не сделать поворотный механизм для наших реактивных двигателей? Итак, выбрались из воды. Смотрим, сколько топлива у нас осталось. 7 канистр. 7 канистр должно быть в каждом... Да, в каждом реактиве. Ой. Вот так. Шестерёнки. Точнее, подшипники у меня есть. Но прежде чем их поставить, нужно убрать канистры с реактивов. Это я уже знаю, знаешь, как прожжённый механик. Потому что в прошлый раз, когда я не забирал канистры и убирал реактивы, то топливо у меня пропадало. И я оставался без бензика. Что очень меня огорчало. Так, значит. Нам нужно 4 подшипника. И нам нужен будет контроллер обязательно. Потому что без него никак. Вообще никак. Я правильно там поставил? Сюда. А, на край. А тот, где стоял? Раз, два, три. Ага. Значит. Раз, два, три. Вот так. Вот здесь. Ну-ка. Двигатель по... Ммм. Надо будет немножечко древесяки сюда напихать. Сейчас. Подожди. Если вот так. Ага. Так получится. Вешайся. Все четко. Ух ты. Ты посмотри, какие ананазики. Приторабанил сюда, короче, свой драндулеты. Смотрю, у меня же тут ананасики. И брокколи выросли. Брокколи вот так вот выглядят. Здоровенные. Больше, чем я. Как их есть. В рот-то не влезет даже. Так, значит. Все. Вот она, эта штука стоит. Пойду за контроллером. Сейчас слазим. Контроллер. Вот он у нас. Может даже понадобится его апгрейдить. Благо у меня там шесть компонентиков. Все осталось. Теперь всовываем его куда-нибудь. Например, спереди. Пусть будет. И подключаем его к нашим поршням. Точнее не поршням, а подшипникам. Вот и славно. Теперь все это дело нужно нам с тобой правильно скорректировать. А, еще кнопочка нужна. Кнопочку. Где мне кнопочку свиснуть можно? Здесь только кнопка. А, вот. Четыре переключателя. Отлично. Мне этого будет достаточно. Навешиваем, значит, еще переключатель сюда. Куда-нибудь. Вот так вот. Все это подключаем к нашему креслу. И вот сюда. К контроллеру. Все. Кажется, все работает. Все пофинчуем. Угу. Итак. Теперь настраиваем, как наши двигатели будут поворачиваться. Поднимаем все это дело. Значит, нам нужно, чтобы поворачивалось это все на 90 градусов. Надеюсь, это градус. Не? Так не прокатит? Надо опустить, скорее всего. Подожди. Ага. 90 градусов это так. Значит, мне нужно на 180. Подожди. 180. Да, вот так вот мне надо. Только скорость побыстрее, пожалуйста. Значит, 180. Вот что нам нужно. При нажатии на 180. И так все должно. Оу. Как это все разворачивается. Поворачивается, но вроде работает. Ну, достаточно медленно на самом-то деле. Хоть и скорость я до середины сделал. Причем. Так. Смотрим еще раз. Правые. Правые двигатели в одну сторону, левые в другую. Ммм. Значит, это у нас что? Третий, четвертый идет. Значит, третий, четвертый у нас должны в минус. Окей. Минус 180. Минус 180. И все сейчас должно в одну сторону крутиться. Ну-ка. Вот. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Все. Закидываем топляк и можно взлетать. Конечно же, все это наверх как-то надо заторабанить. Ништяк. На наш космодром... Космодром. Космодром прибыл новый испытательный образец. Ну что? Садимся. Взлет. Оу. Перевес. Перевес, 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 перевес. Ну, в бочину опять косит. Ну, что ты будешь делать? Ладно, давай камень сюда еще впихнем. Ну-ка. Во. Теперь в ту сторону косит. Тогда вместо камня мы сюда деревяшечку воткнем. Есть равновесие? Вроде держится равновесие. Я вроде бы как готов. Готов подняться в воздух. Хм. Ну. С богом, как говорится. Подожди. Подожди. Блин. Может быть как-то по-другому настроить лучше двигатели, чтобы они поворачивались не кверх ногами, когда я перевернусь, а... Например, на 30 градусов. Да, давай сделаем в атаку, чтобы я мог лететь вперед. Не только вверх, но и вперед. Вот. Я думаю, так будет норм. Давай, поехали. Взлетаем. Да чёрт, чё ж меня так косит-то, а? В эту сторону. Ну-ка, давай. Потихонечку, потихонечку. Полетели, полетели, полетели. Всё равно в эту сторону перевешивает. Что ты будешь делать-то, а? Какая задница. Давай, короче, я сейчас максимум в двигателях поставлю. Чтоб мы уже наверняка взлетели высоко и далеко. Надеюсь, таплика нам хватит. Так. Тут немножко кривенько. Ух. Ёк-макарёк. Ничего себе. Ну ладно, летим, пофиг. Смотри, как меня прижимает жёстко. Чё, неужели я сейчас влечу в атмосферу? Ну почти, слушай, я так высоко ещё никогда не забирался. Ё-моё. Вот это полёт. Сейчас нас развернёт, чтобы мы могли обратно домой. Давай, домой, домой, домой. Дотолкаться. Чтоб не так далеко было бежать. Подворачиваем немножечко двигатели. Ой, нет, лучше не будем подворачивать. Закрутил нас. Ну слушай, по-моему, это удачный полёт. Очень высоко взлетели. Но летать на таком аппарате... Э-э-э-э. Отошёл от моего Байконура. Но летать на этой штуке... Ну, такое себе удовольствие. Я не выдержал и полез на просторы интернета смотреть, как другие люди делают летательный аппарат. И кое-какой аппаратик я там себе подсмотрел. Интересный и любопытный, который можно сделать без креатив режима. Так что сегодня мы его с тобой всё-таки попробуем сделать и даже, возможно, полетаем. Делать буду его по памяти, так что не факт, что я соберу его правильно. Первым делом я хочу разнообразить наш собирательный процесс тем, что мы сейчас посадим с тобой ещё ананас и брокколи. А брок... Семена брокколи? Куда я засунул семена брокколи? Семена брокколи? Не может быть, что я семена брокколи где-то профенил. Подождите, не может быть. Семена брокколи... А, вот они, вот я сюда затолкал. Всё, чудненько, сажаем и потом то, что вырастет, мы обязательно с тобой отнесём дедушке и на что-нибудь обменяем. Я, правда, не помню, зачем ему брокколи нужны были, но для чего-то нужны были. Вот, чудно. Берём ведёрко и заливаем нашей святой водичкой. Ну вот, я всё залил, как раз рассвет. И мы отправляемся на наш собирательный пункт, на крышу. Пора бы здесь уже что-нибудь сделать... Ой. Пора бы уже что-нибудь на крыше сделать, там, знаешь, вывеска, там, лаборатория, не лаборатория, инженерная или космодром. И будет вообще огонь. Так, значит, смотри. Фишка в чём? Мы делаем четыре кубика вот так вот. Вот так вот. Это два. Надо четыре. Вот так вот. Теперь. Вот так вот. Это у нас первая подушка получается. Первая подружка, подушка. Вот. Кажется, я потолок опять. Да что ты будешь? Весь потолок разберу на этой крыше. Дальше 12 блоков в долину. Пять блоков у нас уже есть. Точнее, вот пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Это всё для баланса высчитывается. Не хухры-мухры, как говорится. Вот. Вот такая фигня получилась. Теперь нам нужно сделать второй слой. Отсчитываем пять блоков. Раз, два, три, четыре, пять. Потом это всё сюда. Вот таким вот образом. Дальше. Нам нужно вот сюда вот поршни воткнуть. Я, если честно, не знал, что подшипники могут работать как поворотный механизм. Здесь вот нужно выломать... Ой. Ой. Короче, раз, два, три. Да. Шесть блоков здесь убираем. Ставим, значит, подшипник. Два штука. Потом ставим амортизаторы. Так, а почему у меня здесь один? Мне нужно было больше. Сейчас, подожди. А, вон он, у меня в инвентаре он лежит. Так, значит, сюда вот тыкаем. А, ну идти. Ладно. Давай сделаем большие. У меня просто есть маленькие амортизаторы. Есть большие амортизаторы. Ну, что-то... А, так они влезут. Я же просто деревяшечку забыл воткнуть. Амортизаторы на подшипник не ставятся. Вот так вот. Ага. Все, это получается поворотный механизм. Ты прикинь, вот эта штука. Кто бы мог подумать, что при помощи подшипника и амортизатора можно сделать поворотный механизм. Но вот мы будем знать. Значит, вот это все надо закрыть теперь. Вот таким вот образом. Да, можно, в принципе, целиком. А здесь вот убрать. Раз, два, три, четыре. Во. Так, погоди. Пересмотрел видосик. Я подшипники неправильно поставил. Старый дед. Сейчас. Сейчас. Ай. Тут все мешается. Ферт. Надо, чтобы... Подожди, давай нарастим. У нас просто подъемник встал не в том месте, где нужно. Сколько я там нарастил-то? Я забыл уже. Вот. Подшипник, короче, должен был кверху смотреть. А я-то его поставил в другую сторону. Так. Так. Значит, давай наверх его воткнем. Все. И будет нам счастье. И теперь амортизаторы. Вот. Вот так вот надо было. А, тут еще, короче, смотри, вот эти блоки надо присоединить непосредственно к амортизаторам. Во. Ой, камешки. Камешки нам не нужны. Нам нужна деревяшечка. Во. Все. Теперь все по фэншу вроде бы. Ну, пришло время сделать балансированную фигню. Балансированную фигню. Как бы я ее ни назвал, это будет все равно фигня. Не знал, что амортизаторы также могут еще балансировать. Ну, в смысле, чтобы... Знаешь, как это правильно? Вот моноколесо есть, когда оно едет. Оно же у тебя на бок не заваливается. Ты когда вот едешь, поворачиваешь на нем, да, и не падаешь. Вот, короче, вот такая штука. Сейчас мы будем такую штуку делать. Вот. Значит, нам нужно сделать вот такой вот блок в высоту 3 блока. То есть, 4 блока в высоту на 3 блока. Вот. Тут делаем вот такую шляпу. Это борты для наших амортизаторов. Вот таких вот маленьких. Я надеюсь, что маленьких. Они зайдут. Если не зайдут, это печальная печаль. Да, они зайдут. Подожди, что-то нет. Торопился. Хотя, да, все правильно. Вставляем их просто сюда. Вот. Теперь нам нужно воткнуть подшипники. Еще разочек воткнуть подшипники на каждую сторону. Чтобы это сделать, нам нужно чуть поднять платформу. Стоп. Вот таким вот образом. Втыкаем сюда подшипники и все это дело закрываем. Таким вот макаром. Все. Балансировка у нас теперь имеется. Вот эта вся конструкция будет балансировать. Но ее нужно теперь как-то переместить сюда. Так что зря я здесь, походу, собирал. Ну, я собирал для того, чтобы понять конструкцию. Так что все это дело разбираем. И по-новому собираем прямо там у нас на платформе. То есть, получается, нам нужно сделать это вот здесь вот. Вот таким вот образом. Ну, и вроде как, как утверждает разработчик, это все должно балансировать. Вот я сейчас это... Ой. В смысле? А что это у меня тут вылезло? Кажется, я что-то сломал. Все пошло не по плану. Давай еще раз ударю. Подшипник вылетает просто. Хм. Причем один вылетает. Не два, а один вылетает. Так, можно это как-то перевернуть, пожалуйста? О, о, о. Смотри, 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 как он странно себя ведет. Очень странно. Ладно, давай наверх. Может, какой-то из подшипников я не закрепил, что ли? Или что? Надо будет потом проверить. Так, втыкаем водительское сидение. И вот сюда я поставлю себе контейнер с топливом. Вот это вот нам понадобится, потому что двигатели у нас очень... Ой. Очень много жрут топлива. И без этого контейнера никак не обойтись. Все четенько у нас здесь встает. Ну, и как бы вроде все готово. Там, конечно, у него еще доработки были. У него спереди тоже вот такая конструкция была. Он сюда вот пихал. Там вместо топливного бака другое кресло сидело. Сидело, да. Стояло, пассажирское. Но у меня свои тут интересы. Пассажирское кресло мне для кого не нужно. Поэтому сюда бак ставим. И переделки. Короче, я немножечко переделаю. Делаю по-своему. Не все же копировать, правильно? Так, дальше. Двигатели. Естественно, двигатели. Один двигатель сюда. Другой двигатель сюда. И третий двигатель. Будет у нас вот здесь вот. Это у нас тот двигатель, который будет нас двигать вперед. Эти подъемные, этот ускоряющий. Все. Вроде бы все готово. Остается только раздобыть кнопочку. Сейчас за кнопочкой сбегаю. Кнопочка у меня здесь, по-моему, была, да? Кнопка. Где ты? Ты мне сейчас очень нужна. Здесь нету. Сейчас, минутку. Кнопочки. Вот. Здесь одна кнопка. И здорово. Эй, открывайте. Собачим ее вот. Куда бы ее присобачить? Подожди. Тут вот даже можно вот эти блоки убрать. Они лишние. Присобачим ее кнопочку. Ну, давай, пусть сбоку будет. Она отвечает за вот этот двигатель. Ага. Да, за это двигатель. А эти двигатели, они вот сюда. Да. Кажется, все как надо. Топливо. Подключаем к двигателям. Угу. Ну, что, вроде бы все, все как надо. Все по плану, да? Так. А, кнопку не подключил. Сейчас, подожди. Опять вылет ночью. Ты посмотри, ну, что ты будешь делать-то? Ага, все работает. Настраиваем двигатели. Значит, три. Сюда, наверное, половину надо сделать, потому что у нас всего два подъемных двигателя. Ну, давай попробуем. Так, поворачивать я не могу. Побольше надо подъема. То есть, подъемной силы. Давай сделаем. А, два двигателя. Да, точно. Два двигателя по максимуму надо делать. Вот мы поднимаемся. И вроде бы балансируем даже. Можем двигаться вперед. Блин, я... Ускорительный двигатель я его не сделал. Ну, в смысле, я и не настроил его. Ой, как меня закрутил-то. Закрутил-то как? Куда летим? Не важно. Просто летим. Настраиваем вот этот двигатель. Максимум ему придаем. Опускаем. Садимся. Ну, видишь, как бы... Вот эта балансированная... Балансированная... Балансированная штука... Блин, балансировочная штука отвечает за то, чтобы наша конструкция не падала. Она, видишь, она стоит. А, нет. Вот рулевой механизм. Ну, мне глючит. Я просто забыл вот эти вот поршни подключить к нашему поворотному механизму. Вроде бы все. Сейчас проверим. Поворачивает, не поворачивает. О, 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 о! Смотри! Ты видал? Вот про эту штуку я не знал. Поворачивает она за счет того, что у нас... Да. Нижний блок. Видишь, он крутится. Короче, за счет этого он и поворачивается. Но я упал. Забавно. Хе-хе. Прикольно. Так, подожди, я не хочу падать. Я не хочу падать. Я хочу взлететь. То есть, получается, мы теперь можем поворачивать на всей этой конструкции. И это здорово. Убираем. Взлетаем. Ну-ка. Да, мы... Ты гляди-ка, а. Ну все, теперь давай залетим сейчас куда-нибудь. Например, вон туда. Летим вперед. Вперед летим, нет? Что-то как-то очень медленно мы летим вперед. Я бы, наверное, поставил еще бы один двигатель. Ё-моё. Я сейчас лысину себе на башке сделаю. Так, ладно. Встаем. Ой, роботы прибежали. Роботы, простите, мне надо лететь. У меня срочные дела. Да, надо еще один двигатель поставить. Так, подожди. Так у меня же есть двигатель. Чего я туплю? У меня же есть еще один двигатель. Сейчас поставим его. Не вопрос. А тут сколько я максимум поставил, ага? Значит, втыкаем еще один двигатель тогда. Вот так вот. И крепим его к топливу. И крепим к креслу. Да? Нет. Нет, не креслу, кнопки. Кнопки мы его крепим. А кресло не крепим. Так, все. Взлетаем. И проверяем. Во! Вот это другая тема. Вот это другая история. Только с рулехой у меня тут чуть-чуть намудрилось. Левая это правая, а правая это левая. Во, во, во. На ту базу давай залетим. Хочу наверх той базы. Главное, чтобы топляк не кончился. А то будет не очень круто. Я же должен туда залететь. Но, смотри, криво косо, но мы летим. И это хорошо. Да, там вот площадочка есть специально для нас. Смотри. Блин. С этим право-лево. Вот площадочка есть специально для нас. Давай, заходим, заходим, заходим на посадочку. Да! Наконец-то! Ну, наконец-то! Мы добрались на крышу склада без карточки. Я смогу тут что-нибудь? Требуется ключ-карта. Но, тем не менее, мы на крыше. Хо! Забавно. Круто. Очень круто. Что у нас там по топливу? Сколько осталось? Две канистры. Блин, мне надо отсюда хотя бы спуститься. Так, взлетаем. Где там наш домик? Давай туда. Летим скорее туда. Нет, не туда. Главное не в воду. Топливо кончилось. Все. Топля кончился. Мы летим как можем. На последнем издыхании. И почти. Почти долетели. Почти долетели. Но тут дальше уже своим ходом. Насчет рулевого механизма. О! Ого! Падает! Нифига себе! Я думал, он никогда не упадет. На бок. Нам нужно просто, чтобы у нас право-лево сочеталось с нашими кнопочками. То есть, чтобы было лево, а право-это было право. Нам просто нужно было перевернуть наши подшипнички. И, в принципе, все. Наконец-то, да. Все рулевое у нас правильно работает. И мы летаем днем. Что не может нас не радовать. Ну все. Мы добрались до потолка. Камера приближает меня к моей ротовой полости. И к моим глазницам. Ты видишь меня изнутри. Так что все. Мы на пределе. Мы наверху. И кажется, мы тут застряли, кстати. Во! Во! Отклеились! Отклеились! Здорово! Мы смогли добраться до самого верха. И, как мы выяснили, тут невидимый потолок. То есть, взлететь выше, чем этот потолок, я не смогу. То есть, это максималочек. Кстати, пока я тут летаю, я только сейчас заметил, что уровень складов, точнее, уровень высоты складов, он отличается. Тут, допустим, смотри, я могу сказать, что тут где-то раз, два, три. Три уровня. Вон там вот тоже три уровня. Там четыре. И там тоже четыре. То есть, есть трехуровневые, есть четырехуровневые. Возможно, даже двухуровневые. Блин, прикольно так летать сверху. Солнечные панели видно. Карта не успевает прогрузиться. Видим воду в виде песка. А, тут даже воды нет. Хы, забавно. О, топливо кончилось. Интересно, докуда я смогу долететь? Окажется, не докуда. Все. Капец. Хьюстон, мы падаем. Ну чего? На этой приятной заключительной ноте, когда мы все-таки покорили небо, мы можем летать спокойненько. На нашем драндулете. Я думаю, что балансировка нам не нужна. Еще одна. Этого будет достаточно. Так, что-то у нас там поломалось. О, еще топливо есть. Да ладно. А, вот теперь кончилось. Что-то у меня как-то шмонтляет странно. Как будто что-то повредилось. Да е-мое, остановись, пожалуйста. Не знаю уж. Стой, 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 вставай. Жердяй, вставай. У нас сейчас летательный аппарат исчезнет. Из виду. Куда ты? Куда он убежал? Хоп. Фух, все. Все. В общем, все у нас работает. Я больше не вижу смысла что-то доделывать. То есть, такой экземпляр меня вполне устраивает. Нужно только заправлять его частенько. Он очень много жрет топлива. Но, зато ты летаешь. И очень быстро перемещаешься по карте. Так что, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан. Это очень важно. Ну, а я думаю... О, здорово. Ну, а я думаю, что следующую серию мы увидим тогда, когда выйдет обновление по этой игре. Так что, увидимся на новом обновлении в Скрипт Механики. Пока. Продолжение следует...